Как России разыграть иранскую карту Политика Ближневосточные войны 15 июня 10.32 Как России разыграть иранскую карту Американцы нашли повод для вторжения в Исламскую Республику Сергей Аксенов Комментарии в просмотров 8629 На фото Президент Ирана Хасан Раухани и президент РФ Владимир Путин Слева направо Фото Дмитрий Рагулин ТАС Материал комментируют Борис Рожин Константин Блохин Сергей Правосудов Встреча Владимира Путина и президента Ирана Хасана Раухани на саммите ШОС в Бишкеке прошла на фоне беспрецедентного обострения обстановки после инцидента в Айманском заливе Запланированные темы Сирии и ядерная сделка обсуждались в уже совсем новом, фактически, предвоенном контексте В ходе заседания лидеров ШОС Раухани выступил с заявлением, в котором попросил участников совместного всеобъемлющего плана действий СВПД, как можно скорее выполнять свои обязательства, чтобы Иран мог реализовать заложенные в документе экономические интересы В свою очередь Путин пообещал, что Россия как председатель ШОС будет этому содействовать Но все эти важные и давно обсуждаемые вопросы померкли перед реальной угрозой горячей войны Обвинения США в адрес Ирана в причастности к атакам на танкеры совершенно недвусмысленны И если однажды после демонстрации пробирки в ООН началось вторжение в Ирак, то почему видеозапись, показанная СНН, не может послужить поводом для атаки на Иран? Видимо, по этой причине Раухани призвал Россию к более тесному взаимодействию с Ираном Какую позицию должна занять Россия, чтобы соблюсти свои интересы? Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГМО Александр Крылов ожидает усиления кризиса вокруг Ирана Читайте также Тегеран показал кулак Вашингтону и фигу Москве за несколько дней до атаки на танкер Иран презентовал свой ЗРК Тхудад 15, который не хуже С-350 Витязь Не люблю заниматься конспирологией, но ознакомившись с утра с израильской и американской прессой Я понял, что идет вал обвинения Ирана в причастности к происходящему в Оманьском проливе Причем, Тегерана обвиняют и в прежних обстрелах танкеров и в самой последней истории Хотя за такой короткий период точно установить, кто это совершил, невозможно СП, видео, доказывающее причастность Ирана, впечатляет Как поступит Россия Естественно, Россия не отвернется от Ирана Хотя бы потому, что это один из основных наших экономических партнеров Абсолютно уверен, что мы будем занимать ту же позицию, что и раньше Договоров, обязывающих Россию прийти на помощь Ирану в случае агрессии третьей стороны у нас точно нет А торговля вооружениями, конечно, идет СП, мы могли бы предложить Тегерану что-нибудь новенькое Им, может, скоро понадобится Не думаю, что до этого дойдет Поставки серьезных вооружений приведут к новому витку конфронтации с американцами Сейчас мы в этом не заинтересованы Поэтому ныне действующие контракты Россия продолжит выполнять Но вряд ли мы начнем поставлять какое-то сверхсовременное оружие Что касается обстановки в проливах, то она будет ухудшаться При этом Соединенные Штаты прекрасно понимают Что никакой конфронтации в районе Аманского залива и Армузского пролива быть в принципе не должно Американцы на это не пойдут Какой бы контингент Вашингтон туда не перебросил Достаточно одного пуска ракет со стороны Ирана в сторону нефтяных полей Саудовской Аравии Бахаина или Кувита Чтобы на следующий день наступил 1974 год Рост цен на нефть и полноценный энергетический кризис Поэтому будет идти пусть и жесткая, но словесная перепалка До военной конфронтации дело не дойдет По мнению военного эксперта Бориса Рожина Россия будет стараться сохранить отношения со всеми силами на Ближнем Востоке Россия и Иран партнеры в сирийской войне При этом обе стороны не скрывают Что несмотря на схожие интересы Есть и разногласия экономического и политического характера Но их считают рабочими моментами, с которыми можно жить В целом Москве выгоден достаточно сильный субъектный Иран Чтобы проводить свою субъектную политику на Ближнем Востоке Это не дает американцам восстановить там ту гегемонию, которую они обладали в первые годы после вторжения в Ирак Если брать конфликт Ирана с Израилем, Саудовская Аравия и США То Россия не планирует вмешиваться в эту гибридную войну и пытается позиционировать себя как посредника Так, Москва была посредником в Сирии Когда Иран отвел свои войска к Сире и всякие прокси, от границы с Израилем А взамен Израиль, Саудовская Аравия фактически сдали Южный фронт боевиков Позволив силам осаду взять под контроль границу с Иорданией и Израилем на голландских высотах То есть для России такая позиция уже привычна В случае последнего инцидента в Аманском заливе Россия, скорее всего, вновь займет позицию миротворца Будет призывать к дипломатическим методам разрешения проблемы Кавказ взбудоражен, русские стравливают грузин и азербайджанцев на стороне Баку против Тбилиси Готово выступит турецкая армия СП, Россия отказала Ирану в поставках С-400, но теперь многое может измениться Да, это было еще до инцидента с танкерами Россия не хочет нарушать баланс сил в регионе А вот если саудовцы захотят купить С-400, то тогда возможны поставки в Иран Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает важным развести экономические интересы Москвы и Тегерану Это все началось не вчера Война в Йемине идет с 2014 года Хуситы, которые ориентируются на Иран, воюют с силами, которые ориентируются на Саудовскую Аравию Причем в последнее время просаудовская коалиция стала активно перекрывать каналы подвоза Потому что без поддержки Ирана хуситы долго не продержались бы Хуситы же в ответ стали бить по территории Саудовской Аравии, чего раньше не делали И тут начались еще теракты против танкеров Сказать, что это напрямую делает Иран Доказательств нет Раньше они угрожали атаками на танкеры, а сейчас отрицают Но надо понимать, что Иран занимает второе место в мире по запасам газа после России И он находится достаточно близко к европейским рынкам основному газовому рынку для России Сейчас, пока против Ирана действуют санкции, он не может быть нам конкурентом по газу И так будет до тех пор, пока будет существовать режим АИТОЛ Но если режим сменится на проамериканский, им тут же дадут возможность зарабатывать, поставляя газ в Европу Поэтому России выгодно продвигать два направления Первое – поддерживать действующий в Иране режим И второе – пустить иранский газ в другом направлении Давно прорабатывается идея газопровода Иран-Пакистан-Индия Ведь Индия – быстрорастущий рынок К тому же находится от России далеко и построить туда газопровод все равно сложно А вести СПГ тоже далеко О том, какие факторы могут повлиять на начало боевых действий против Ирана нам рассказал политолог-американист Эксперт Центра исследования проблем безопасности Иран Константин Блохин Понятно, что Иран в происходящем совершенно не заинтересован Напротив, ему нужна стабильность, экспорт нефти А провокация с танкерами как раз блокирует этот экспорт Поэтому ее бенефицарами могут быть США и их союзники по региону – Саудовская Аравия и Израиль Вот уже 40 лет США одержимы сменой режима в Иране Дошло даже до того, что в последней их стратегии по борьбе с терроризмом Иран официально назван государственным спонсором терроризма Но американская элита и даже сама администрация Трампа неоднородна по отношению иранской угрозы Трампу масштабная военная интервенция в Иране не нужна Потому что это ловушка Потом его же за это будут критиковать Для Трампа сейчас главное сделать американскую экономику более конкурентно способной Снизить финансовые затраты Поэтому он и идет на пересмотр торговых соглашений Он сам не раз с возмущением говорил, что США потратили на войны на Ближнем Востоке 7 ТРЛН долларов Секретный Самарканд ослепил американского разведчика у Калининграда самолет РЭП EC-130Х Кампас Кул Пытался проинспектировать русский радар Но подход ястребов из окружения Трампа другой Это Джон Болтон и Леот Абрамс Который был архитектором операции ЦРУ Иран Контрас Кроме того, на Трампа влияет произраильское лобби Это касается даже семьи президента США Ведь его дочь Ванка приняла иудаизм СП Это все рациональные соображения Но если боевые действия все же начнутся Иран заблокирует Армузский пролив И тогда цена на нефть вырастет до 200 Вопросительный знак 300 долларов за баррель А Трамп в своей книге «Вернуть былое величие» писал Что его цель в том, чтобы снизить цену на нефть до 20 долларов Чтобы на этом выросла американская экономика И обанкротились конкуренты США Развивающиеся за счет высоких цен на углеводороды Тот же Иран, Венесуэла и Россия Вот какая задача Кроме того, Иран, хотя у него нет ядерного оружия как у КНДР Будучи атакованным, может дестабилизировать регион Нанести дар по Израилю, по Саудовской Аравии Поэтому я думаю, что до реальной войны все же не дойдет Это искусственное взвинчивание ситуации Чтобы заставить Тегеран сесть за стал переговоров На условиях США Это такая бизнес-модель Так же было и с КНДР и с Венесуэлой Правда, успеха не там, не там не было Поэтому доверия новым американским страшилкам уже нет Военные новости Тегеран показал кулак Вашингтону и фигу Москве Новости политики Турция пригрозила США ответными санкциями Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok